Без лыж в такой снег никуда. Для проведения зимнего учета в Июзском заказнике инспектору предстоит пройти десятки километров по труднопроходимым местам Ширинского и Орджоникидзовского районов. Это раньше можно было проезжать по маршрутам на машине или снегоходе. Новый же метод требует пеших переходов и наличия вот такого венечка. В первый день необходимо ему замести эти следы, он ведет с венечком, затирает следы, чтобы на следующий день не испутать старые и новые следы. То есть достаточно все просто. Прошел, затерл следы, на следующий день обнаружил новые следы, сделал пометку с координатами, что здесь проходило слева или направо по маршруту косуля, либо это был морал, либо другой зверь. Делает отметку, идет дальше, видит еще один след, делает отметку. Потом эти данные все собираются, анализируются, все сводится в сезонную таблицу и по методике производится расчет, сколько, какая же плотность зверя именно на этом участке. На снегу хорошо видны следы животных, то есть пути их миграции. Поэтому январь и февраль – самое время для учетов. Во всех пяти заказниках, которые есть в Хакасии, инспекторам предстоит пройти 175 маршрутов, что по самым грубым подсчетам составляет минимум полторы тысячи километров. Но помимо этого у защитников природы есть и другая работа. Этим утром в юзском заказнике температура минус 38. При таких морозах учеты проводить запрещено. Чтобы не терять время, сотрудники дирекции по особо охраняемым природным территориям заняты так называемыми биотехническими мероприятиями. Они делают и ремонтируют кормушки для копытных, развозят сено. Заготовили порядка 170 тюков сена, плюс приобретали мы порядка 80 тюков сена. Судя по поедаемости в этом году, у нас уйдет все без остатка. Расход достаточно большой идет, звери активно поедают сено. Плюс к дому уже закуплено порядка 40 тонн овса. Благодаря заботе человека в заповедниках, заказниках и других охраняемых зонах зверя становится больше. Инспекторам Дмитрию и Николаю Ивановым удалось снять редкие кадры в заказнике Кискачинский. Во время объезда территории они встретили лося. Сахатый не только не испугался машины, но и то ли решил поиграть, то ли отстоять свою территорию. Агрессивно настроен был так. Поиграться хотелось. С УАЗиком. Не боится ничего. Не пуганный зверь. Под защиту попадают не только животный мир, но и памятники природы. Так что в планах дирекции создание в Хакасии новых особо охраняемых территорий, где вмешательство человека будет минимальным.